15 тонн 555 килограммов это красивая цифра, количество сданного за февраль на переработку вторсырья в экоцентры Югра собирает. То есть на 15 с лишним тонн меньше мусора выбросили жители округа в феврале. О том, как работают эти экоцентры в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте, мы поговорим с руководителем акционерного общества Юграэкология в нашей студии Максим Эдвардович Медведев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, Юграэкология является куратором сети экоцентров Югра собирает. Все началось в сентябре прошлого года. Можно ли уже говорить о результатах? Да, какие собственно. Скажите, какие есть уже результаты? Да, результаты безусловно есть, причем они нас радуют. И если сначала мы по-демножку раскачивались, то сейчас экоцентры все более и более популярны среди югорчан. Экологические привычки у нас очень популярны, и что очень приятно, мы это видим по цифрам. Всего с начала работы экоцентров, Ханты-Мансийс начал работать в сентябре, Нижневартовск, ноябре, Сургут в декабре, уже собрано 68 тонн отходов. 68 тонн. Это то количество, которое не ушло на полигон, то есть это то количество отходов, которые мы отправили на переработку. Какое-то невероятное число. Да, просто сумасшедшее. Ну вот смотрите, как расширяете географию работы экоцентров без открытия новых пунктов? Это получается какие-то чудеса, это бакия. Пока всего три. Мы еще планируем у нас, опять же, востребовано по жителям, которые обращаются к нам, молодежь, школьники, что же хотят в каждом городе иметь свой эко-дом. В частности, мы планируем в этом году в Коголыми открыть эко-дом. Это очень экологически настроенная администрация, очень экологические привычки у криволымчан развиты. И в Сургуте второй хотим сделать эко-дом. Также у нас в планах посмотреть выездные эко-дома, небольшие эко-пункты в разные поселения, поскольку даже из Сарампауля по ледовой переправе отходы привозили, сдавали в эко-дом. И многие-многие населенные пункты Нижневартовского района приезжали, в Нижневартовск, это из Лучинска, и с Ургутского района. То есть у нас география не ограничивается ими самой локацией эко-пунктов. То есть все, Нижневартовск, и типа все, те, кто не из Нижневартовского, уходите. Все приезжают, объем отходов, конечно, разный, привозят, но что очень важно, что... Но главное, что привозят. Да, привозят, и сразу же мы рассказываем, что мы делаем из торсырья. То есть достаточно у нас очень активно расположены различные выставки, что можно сделать из торсырья. Начинать от разных флисовых курток и заканчивая татуарной плиткой, которая... То есть это действительно то, что может послужить на блабе? Это действительно какая-то флисовая куртка, можно сделать из торсырья? Совершенно верно. А что еще можно сделать? Можно сделать посуду одноразовую, можно сделать бумагу, картон из макулатуры. Ну, в частности, макулатура – это наиболее популярный отход. 38 тонн всего макулатуры из 68. Это вообще не сдали и принесли. То есть, соответственно, можно сделать то, чем мы пользуемся постоянно. Да, значит, из пластика делается, как я уже озвучил, плитка делается. Значит, также упаковка различная. Ну, металлическая жесть банка у нас не так популярна. Всего 160 килограмм сдали. Из нее, соответственно, тоже делаются, переправляются, делаются различные металлические изделия. А давайте напомним, что можно приносить в эти экоцентры? Ну, у нас спектр отходов достаточно широкий. Ну, это макулатура, это стекло, это пластик различных видов. Там на упаковке у нас и наши эко-волонтеры рассказывают, какой вид пластика можно приносить. Какой можно приносить? В зависимости от различных упаковок. Допустим, одноразовую упаковку, которую дают с собой на вынос, она не утилизируется. Это в виду, что в кафе где-то... Ну, то есть, у каждой упаковки же есть, по-моему, такой даже знак специальный. Совершенно верно. Есть маркировка, в которой достаточно просто разобраться. И на тех эко-уроках, которые мы проводим, об этом, думаю, тоже мы сегодня немножко поговорим, у нас для наших эко-волонтеров, для югорчан, для школьников, для детсадовцев рассказывают, что и как можно утилизировать. А то есть, может быть такое, что ты принес отходы, а у тебя их не приняли? Может быть такое. Говорят, не подходит. Может быть такое, четко рассказывают. Я, допустим, тоже постоянно привожу отходы в наш эко-дом на Лукошко, которые в Фантомасийске. Так вот это не утилизируется, поэтому есть бак, куда отдельно складываются отходы, которые не перерабатываются, и, соответственно, мусоровоз вывозит их на полигон. Ну, то есть, в общем, мы можем сказать, что 13 фракций в торсырья принимают эко-центры. Это и также еще и батарейки. Да, батарейки в этом числе, да? Батарейки, да, батарейки по отдельному соглашению. Мы их принимаем и дальше утилизируем, когда накапливается объем большей тонны, утилизируем производство, соответственно, соглашением, которое губернатор подписал с производительными батареек, и с переработкой в Челябинске. То есть, мы целое производство туда перевозим. Значит, у нас также были видеоуроки, видеофакты, каким образом батарейки перерабатываются. Ну, добрые крышечки, про которые я уже участвую. Это тоже очень большой и правильный социальный проект, также их отдельно принимают. А где это все хранится? Вот такой вопрос. Это же такие невероятные объемы. Пока не накопится нужный объем для утилизации. У каждого эко-пункта есть, кроме так называемого шоу-рума и места приемки, есть склад. По мере накопления дальше собирается весь отход. И у нас есть база хранения, где наши специализированные предприятия, которые занимаются в ВЗМТКО, они отдельно хранят отсортированные отходы и дальше отправляют их на места переработки. Ну вот, коль мы же заговорили, что можно приносить, что нельзя, но наверняка приносили что-то интересное. И вот вы пришли не с пустыми руками. Да, вот я принес интересную достаточно книжку, вот эта иллюстрированная история в Москве в фотографиях. Это принесли на утилизацию? Да, это принесли на утилизацию. Рука не повернулась, отправить на макулатуру. И мы сейчас делаем в наших домах такой музей интересных отходов, которые действительно уникальны, высокого качества. Давайте покажем. Такая весомая такая, том-второй, том-первых, видимо, не принесли, читают еще вот, но все-таки том-второй принесли, поэтому, я думаю, немножко подождем и соберем еще, может быть, смотреть и будет. Но в планах расширить географию экоцентров и открыть больше пунктов? Больше пунктов, потому что это очень востребовано и очень приятно, что югорчане, если там очень экологический актив, ну, по-другому быть и не может у нас, варить у нас на улицах очень чисто, аккуратно, приятно, вот. И все больше и больше людей сдает отходы. И та программа, которая, которая запущена, которая работает, она не только, люди не только приносят, сортируют отходы, но и еще и у нас активная программа по обучению идет, то есть у нас 85 уроков уже проведено в Нижневартовске. Для конца года программа посещения расписана школьниками, в Ханты-Массийске и в Сургуте тоже самое, вот такая работа проводится. Ну, здорово, а мы, в свою очередь, постараемся также освещать все эти добрые дела. Максим Медведович, спасибо огромное, что пришли, доброго друг друга желаемо вам. Всем хорошего дня, всего доброго. Спасибо, с гостем прощаемся, с вами Джумица 2-2,5 эко-минут, дождитесь.